Давай-давай! Земля настолько пропиталась водой, что корову увязли в поле. На помощь буренкам в Волчихинском районе пришли неравнодушные бойцы пожарно-спасательной части. А это кадры из села Солоновка Волчихинского района. Спасатели обходят подтопленные дома и помогают жителям спасти имущество. На сегодняшний день талая вода зашла почти в 30 домов. А вон еще люди голодающие у нас. Ой, бедная рыбка, что творится. Таковы последствия паводка в Романовском районе. Разлившаяся вода из озера ушла, рыба осталась. Местным жителям удочки не понадобились. Рыбу собирали руками. В Красногорском районе река Бея поменяла русло из-за ледяного затора и подтопила улицы села Саусканиха. Специалисты стали активно взрывать лед, чтобы пропустить воду и избежать дальнейшего наводнения. Для разрушения ледяного затора они дважды загружали взрывчатку на борт вертолета весом по 800 килограммов. По данным синоптиков, на реке Жилиха в Первомайском районе продолжает прибывать вода. Возможно, подтопление прибрежных территорий. Непростая ситуация сейчас в Паловском районе. В реке Космола происходит подъем воды. Угрозы подтопления приусадебных участков и домов нет. Отметим, на сегодняшний день талые воды подтопили 142 жилых дома и 453 приусадебных участка. На контроле остается ситуация в Волчихинском, Хабарском, Тюменцевском, Немецком, Национальном и некоторых других районах. Постепенно паводковая ситуация в регионе улучшается. Если на прошлой неделе в Алтайском крае была самая сложная ситуация, то сегодня антирейтинг возглавляет Оренбургская область. Там затоплено множество территорий и город Орск, можно сказать, ушел под воду. Валентина Аскерова. День с толком.